еду в общем на загрузку на волокду загрузка будет через знаменитый в туннель в маршала жукова как бы никуда не попасть чтобы не оторвать себе макушку прицепа потому что там три с половиной метра и очень много водителей пыталась проскочить но прицеп отрывался вместе с покушкой жуков не пропускал их я вот тоже боюсь так это обычный мост я под ним проезжаю а вон там впереди есть тоннель надо как-то уйти на этот на дублер впереди камера на полосу а он впереди короче получается там туннель вот те кто ездит прямо они себе отрывают макушку прицепа три с половиной метра и вот этот мостик специально для отрыва полуприцепа сколько же людей здесь попало на бабки в общем я проскочил ладно едем дальше здесь сейчас поворачиваем уже ничего сложного нет с правой стороны тоже подрезают глаз да глаз за маленькими машинами надо щемят вообще со всех сторон и и и Опять направо. Через 200 метров на светофоре вы верните направо. Опять направо. Подожди-ка, у меня же поворот направо. Ох, хера, ты едешь. В общем, проехал я самый опасный. Участок. Все, заезжаем на базу. Грузимся Яндексом на Вологду. Вот приехал я на Яндекс. С первой попытки вообще заехал, встал. А знаете почему? Потому что в первую очередь здесь покрытие, асфальт. Здесь пространство большущее. Заботятся о работниках, о водителях и о собственной безопасности. Все окей, подворота встал, четко. Вообще без проблем, без нареканий. Не то, что другие компании. Гололед и все остальное. В общем, пойду на загрузку. Первый раз на Яндексе. Скоростной рейс. Такой будет груз. Обычная почта, доставка. Кто что покупал, все загружается в машину и везется уже в Вологду. А там уже будет распаковка на складе. И все, кто из вас что-то покупал, придет в пункт выдачи товара и будет получать свою покупку. Коврики какие-то, миски, пакетики. Холодильник целый. Сборище всего. Такие вот сборные палеты. Первый раз, конечно, везу такую шланги. А, это колеса. Опа, колеса кто-то купил на Лады Калина. Фига себе. Микроволновка, пылесос, холодильник, стиральная машина. Ух ты, две, три. О, это ипшник на продажу купил. В общем, сейчас это все, ребята, загрузят. 24 балета. И я уже повезу. Срочная доставка. Первый раз в Вологду поеду. Ни разу там не был. Вот побываем. И так вот. В общем, выехал я уже из Москвы. Из этих пробок в сторону Вологды. Буду проезжать Ростов-Великий. Буду проезжать Ярославль. И разные остальные населенные пункты, маленькие города. Ну, что я хочу сказать. Тут лежачий полицейский. Тут прям чувствуется уже зима. Снега больше. Я на этой дороге вообще в первый раз еду в Вологду. Да и в Ростове я не был. И в Ярославле не был. Эту дорогу не знаю. Еду по навигатору. Похоже здесь дороги как из Москвы в сторону Ростова-на-Дону ехать. Ну, вот где Воронеж, где горки вверх-вниз. Здесь подъемы высокие. Спуски затяжные. Так и здесь тоже самое. Только еще ничего не освещается. Трасса грязная. Омывайки хоть на базе набрал. С запасом. Вот. И постоянно стекло грязное. Более бдительным надо быть, чем по Москве там или кто-нибудь на М4 ехать. Буду ехать аккуратно, стараться. Приехал в старинный город русский Ярославль. Верните налево. Ну, пока что ничего необычного, ничего старинного. Обычные девятиэтажки, хрущевки. Есть и новостройки. Обычный городок пока что. Прямо это центр города. Нам навигатор показывает. Объезд налево. По окраинам. Прямо в 12 километров. Ну и правильно что. Ехать по центральным улицам. Смущать народ. Поедем козьими тропками. Давай, давай, не терпячка. До Вологды осталось 215 километров. Еду потихонечку, так как дорогу не знаю. По навигатору. Назвала всем. Идея! Унд spéутора. Унд станка голык. Так, заезжаем на мост, будем переезжать река Волга в Ярославле. Конечно, ночью ее не будет видно. По мосту проедемся. Ох, нифига себе, какая большая река. Ох, нифига себе, какая большая река. Мост тоже интересный, красивый, длинный, ночью пробок нет, можно ехать свободно. Так, мост проехали, Ярославль остался позади. Через 1,5 километра, держитесь левее. Тут уже дальнобои все отдыхают. И все места забиты. Это мы уже подъехали в Подольного. Проехал. Осталось 148 километров до точки назначения. Свет, конечно, не очень. Будем ехать. Еду не спеша. 60 километров, 65. Меня все обгоняют. Ну и пусть летят. Я буду аккуратно, но уверенно ехать вперед. Время у нас полвторого ночи. Сейчас только что проехал знак с надписью «Добро пожаловать в Великий Устюк». Это родина Деда Мороза. Осталось 24 километра по времени 20 минут езды. Началась метель. Михалёва. Полтора километра налево. Ветер поднялся. Когда же я приеду? 23 километра по времени 20 минут. 23 километра, 18 минут. Красивое зарево. Прежде всего я говорю, что можно рыбаться. Это уже в Волоке. Через 500 метров вы держитесь правее. В Волоке, да. Прямо. Медежевгорск. Представляешь, какой город называется? Медведи живут настоящие. Медежевгорск. А Медежевгорск? Так, так, так. Держитесь правее. Держитесь правее. Медведи живут 90 километров. Волоке. Держитесь правее. Волоке. Это может уже больше, чем Волоке. Волоке. Все. Волоке. Начинается. Это развязка На Медвежьих горск На Вологду И все Гололед, глянь на мелок Конкретно Блестит все Дорога блестит Очень скользкая Очень опасно Развязка Освещается Прям хорошо Это сейчас Ночью прохладная вода Утром может быть все прозовется Еще чуть-чуть Еще совсем немного О, ну так прилично Далековое солнце Это настоящий у нас Это Приветствует нас Еще одна развязка Санкт-Петербург Прямо Архангельск Прямо Вологда Направо Можайское Направо И какой-то Наробова Тоже Направо А почему-то Мне нужно Ехать Прямо А я еду Не в саму Вологду Не в центр города А на окраину Я еду Прямо Хорошо Не нужно будет Блукать По центру города Едем Прямо Сейчас Трасса Скользкая Машин нет Все спят Может Три Три Все правильно Еду Конечно В общем Доехал я 6 часов Сразу У меня Ребята Припарковаться Негде было Но Лег спать Думаю До утра Дотянули Где-то Пол шестого Приехал В общем Меня разбудили И быстренько Разгрузили Я так не ожидал Ребята Работают Вообще Быстро Яндекс Они даже Перекурить Скажем так Не дали Вот И это В общем Разгрузили Я вот сейчас 4 часа Поспал Покушал И выезжаю Снова На другую Загрузку Уже в другой Город Поеду Здесь Как бы Особо По окраинам Проехался Территория Узкая Мороз Мороз Минус Минус 5 всего лишь Ну и Солнце Нормальный Выдвигаемся На Следующую Загрузку Поверните Поверните Направо На мост Вчера Вчера конечно уже ехал Вырубало Мало Отдохнул И снова В рейс В ночь Как ни крути Но ночью Сложно ехать Ну это может быть Мне так сложно Потому что Мало опыта Кто-то ночью Ездит Прямо Только в путь У меня еще Так не получается Несмотря на На заснеженность Дороги здесь Числятся Вот КДМ Проехала Песок Посыпается Хорошо О Потухло У меня вчера АБС загорелось Сейчас потухло Ничего не делал Просто заглушил двигатель Лег спать Утром Проснулся Может Камаз На меня Обижался Чудо Может Я о него Что-то плохое Говорил И он Решил АБС Ключить Трактора Чистят Снежный регион Снежный край Недалеко Конечно От Москвы 450 километров В сторону Архангельска Но здесь Попрохладнее Ну уже Численность населения На квадратный метр Меньше Сейчас еду тоже В сторону Архангельска Город называется Сокол Да Сколько же здесь Березок Русская березка М8 На Архангельск Или Медвежьегорск Вот по этой дороге Будем возвращаться В сторону Дома В сторону Базы В Москву Пустой Камаз Прет Как Монстр Летит Что Ветер Летит Ш Здесь Продолжение следует... Скоро ребята, мои товарищи, студенты, подтянутся тоже в строй. Один из них на регионы тоже работает, как я. Второй пока что еще на Pepsi. Возможно, тоже скоро перейдет на регионы. Может, как-нибудь попадется вместе, поедем куда-нибудь. В дальний рейс. По зарплате, конечно, сказывается. Если работать по Москве, то там оплата посуточна на регионе, а оплата от колеса. Чем больше километраж проехал, тем больше зарплата. Ну, в Москве особо у меня поспать не удавалось. Потому что, ну, эти МКАД, пробки, загрузки-выгрузки. И как-то первые дни у меня вообще я полтора суток не спал. Думаю, как так-то работать? Ну, еще маршрутов не знал, потом умудрялся и поспать. Вот бывалые ребята, которые собаку уже съели на этой Москве, они говорят, вообще лафа, посыпаемся нормально. Там надо два рейса в сутки делать. Один дальний, другой короткий. Ну, подугадывать как-то, чтобы пробок не было. Либо поздно ночью, либо рано утром выезжать. В тот момент, когда хочется спать. Ну, везде свои плюсы, везде свои минусы. На регион тоже интересно кататься. Вот достопримечательности разных регионов. Страна большая. Мне интересно попутешествовать по стране, в разные регионы. Разный климат, природа. Вот. А что по Москве кататься? Пробки, да и зимой мороз, как бы особо ничего интересного нет. Тем более, на место загрузки там в Москве вообще ничего не чистится. И больше шансов, вероятно, какое-нибудь ДТП совершить. Как я сделал один раз за сутки 4 ЧП. Но это совсем не есть хорошо. А дальняк что, выспался? Если там часа 4 поспал, то можно будет ехать, покушать. Сделал кофе. И в путь едешь себе. Наслаждаешься дорогой, природой. Особо как бы, ну, сил не то, чтобы там не требуется. Утомляешься. Ночью, конечно, на глаза действует. Ну, днем тоже будительность должна быть. Чтобы, ну, аккуратно все вести. Другой момент на дальние рельсы, вот, ходить, ну, на регионы. На загрузках и выгрузках можно торчать по сутке, а то и двое. А это не оплачивается. Время тикает, а деньги не капают. В карман. Вот, как я в Твери проторчал целый, целые, ну, 13 часов. В Краснодаре целые полтора суток проторчал. И, надеюсь, еще, потом в Петрозаводские сутки. Ну, вот за месяц, можно сказать, трое-четверо суток у меня простое будет. Не оплачивается это. А все равно находишься в машине, живешь в машине. Ну, это все опыт, это тоже хорошо, как бы на ус наматываешь. И дальше уже будешь с таким опытом думать, работать. Выходить из разных ситуаций. А пока что хочется побудешествовать, по стране поездить. Хоть, конечно, не то, что там ездишь в достопримечательности, посмотришь, как туристы всякие приезжают там на, ну, экскурсии. Ну, и пока так, тоже разузнать. В Карелию, когда бы я бы съездил в Карелию? Кто-нибудь из вас вообще был в Карелии? Нет. А в Вологде? Или в Архангельске? В Мурманске? А мы бы туда, наверное, и не поехали. Сейчас бы сказать, да нафиг он нам нужен, этот? Мурманск, Архангельск, Карелия и так далее. Нас и тут неплохо кормят, да? Но, опять же, возвращаемся к тому, что каждому свое. Кто-то живет, вот, работа-дом, работа-дом. 30 лет, 40 лет. Появился жена, ребенок, квартира в иботеку, работа-дом, работа-дом. Дитев в садик, дитев в школу, дитев в институт. Если денег заработал папа или мама. И, опять же, работа-дом и никаких ни путешествий, ничего. Офисные клерки. Возможно, кому-то это нравится. Так-так-так, поворот. Куда нам ехать? Сюда. Не, вот офисная работа совсем не внушает доверие. Замкнутое пространство. День сурка, каждый день. А вот по весне еще можно с собой удочку взять. Спиннинг. И вдруг вот застрянешь где-нибудь, опять же, в Карелии на сутки. Можно попробовать и порыбачить. Удочка места много не занимает. Точнее, спиннинг. Тубу скинул. Сумку с воблерами кинул. И, пожалуйста, приятное с полезным. В тех регионах, в тех краях водоемов много. Рыбный край. Кстати, там магазинчики тоже продавали. Рыбу разную. Холодного копчения, горячего копчения, сушеную, вяленую. Но все над дорогой. Плохо, что парковки там не было. А так можно было постановиться. Что-нибудь купить. Так, так, так. Не туда. Свернул. Нам надо прямо ехать. Так. Город Сокол. 32 километра. Архангельск. 750. Кстати, а это родина Деда Мороза. Настоящий Дед Мороз здесь живет. И отправляет подарки всем детям на Новый год. Отсюда. Яндекс.Почтой. На КамАЗах, на Оленях. Ладно. Будет что-нибудь интересное. Сделаем новое включение. А так едем. Ничего необычного. Москва на разворот. Москва на разворот. Архангельск прямо. Ну вот это елки. Вот это сосны вообще. Мне кажется, чем дальше от Москвы в сторону Архангельска, елки все больше, все выше. Все пышнее. Все толще. Лесовозов много. Блин, красивая природа вообще. Березы. Сейчас вот лесовозы проехали. Везли кругляки. Березовые. Такие необъятные. В общем, я так еще удивился. Думаю, неужели возможно такая береза выросла, такая большая. А вот слева, смотрите, тоже такие высокие березы. Высокие еще и широкие. Необъятные. Да, красотища, конечно. Вот тоже елки. Высокие. Это елки или что-то еще? Вихта, сосна. Не, точно не сосна. Это вот мягкая у нее листва. Елка, наверное. Вот откуда, наверное, вырубают для Нового года в Кремль. С этих краев. Ох ты, на Урале. Урала там мощь. Везде проедет. Смотрите, как красиво вообще. Березовый лес. Вообще красотища. Тоненькие, ровненькие березки. Вместе с елками. Заезжаем в город Сокол. Снега, конечно, здесь можно хоть продавать. Давай. В общем, сейчас сходил. До Сесилии. Смотрите, уточнил, как чего, как прямо проехать, как на весы заехать. И так далее. После часа приезжаю, сейчас у них обед. Вот. Вот. И вон парень писает. Прямо на свет. Ветер. Вот тут, короче, сейчас буду ехать. Или вон там. Но он говорит, да ничего страшного. Тут, пожалуйста, езжай. Лесовозы заезжают. Нормально все. Ну, а я что, лесовоз, что ли? Такие сугробы. Мой КамАЗ любит застревать. На ровном месте. А здесь, как бы, я иду, проваливаются вон эти кроссовки. Сейчас, если тут застрять, то никто ж не поможет. А у меня нет ни решеток, ни цепей, ни песка. 21 век. Самое могущественное государство на планете. Елочки красивые. Вот такие сугробы. Дорожку почистили. Сугробы образовались. Нет, я, наверное, сейчас вон туда по трассе поеду. Я сюда мотал, конечно, ехать. Вон, смешивший меня ростом. Так. Я, конечно, встал, надо. Насеред дороги. Ну, а что? Я не знаю, куда ехать. Вот такая моя рожа лица. Упутался. Холодно. Ну, ничего. Будем сейчас брать на бардаш. Завод целлюлезно-бумажный. По производству бумаги. Сейчас будут грузить 20 тонн. Такие вот рулоны. Вес получается у каждой 593 килограммов. Другая вот 595 5 530 Ну, в среднем вот 550-600 А вон 600 килограмм есть такие баклажки таблеточки и сейчас будет полную фуру грузить. Где-то процесс подгрузки. первые ряды в один этаж поставили. Поставил распорки в станке. И сейчас грузим уже в два этажа. Чтобы по осям не пробивало. Общий вес 20 тонн будет. Русский лес. Русский лес. Ну, все. Загрузили. Выезжаю сейчас на весы. И отправляемся в путь на Москву. Здесь снежно. Плюс еще идет снег крупными хлопьями. Снега здесь прямо в достатке. Сугробы наметает. Надо валить отсюда по добру, по здорову. Как говорится. Пока ветер без сучков. Температура минус 5 за бортом пока что такая приемлемая. но метет очень сильная метель. Это не есть хорошо, потому что дорога будет скользкая, опасная. А ехать еще около по 500 километров. бульдозер бульдозер чистит дорогу. это очень приятно сервис. или уже почистил на обеде, наверное. но такой технике, конечно, ничего не страшно. Включил автомат вперед и поехал куда хочешь. Урал нифига себе. это русский русский трактор русский бульдозер. заезжаем на весовой контроль. зеленый горит. зеленый горит. все взвесили. съезжаем с весов. русский 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 бульдозер Так, теперь нужно припарковаться так, чтобы еще можно было выехать. А вот сюда мы встанем между двух контейнеров. Пойду за документами, схожу, оформлю сопутствующие документы и отправимся в путь. Выезжаем с этого березового края в сторону Москвы, 497 километров до Москвы. До точки выгрузки 550 километров. По времени 7,5 часов ехать. Сейчас 16 часов. По-светлому уже не получится проехать. Но главное, что вот этот вот отрезок, который где Вологодская область, я проеду, думаю, по-светлому. Не хочу ехать по ночи, как вчера. Снежный край, холодно. Дед Мороз здесь правит. Вот тут. Река замерзшая, рыбаков не видно, возможно она до самого дна пробита. Морозом, лед, частный сектор, избушки, впереди что-ли метель. Очень часто здесь стоят треноги или камеры прикрученные к столбу и дополнительно фиксируют нарушения автомобилей. Знаки, парковка, обгон посплошной под знак. Знаки. Знаки. Есть мелкий, но метет. Знаки. 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 А сегодня, между прочим, первый день весны. Вологда, метель, минус 5 за бортом. Но здесь, наверное, точно до апреля или конца апреля теплых денечков не видать. Метеот конкретно прямо. В обход Ярославля свернул на Москву. Виды, конечно, шикарные. Лес мощный. Зима за бортом. Метель. Все красиво. Вырубка леса не останавливается ни на мгновение. Лесовозы сплошняком ходят лесопилки. Лесоперерабатывающие фабрики работают в две смены. И днем, и ночью отгружают машины. Днем, и наotros. Блин, им уступаешь, показываешь поворот, что вправо отошел. Пока они сообразят, что вон две машины проехали, а сзади колейка осталась. Сейчас уже говорят всякие гадости на фуру. Вот эти фуры достали. Стараешься вам помогать с обгонами. Олени дорожку могут перебегать, лоси. Жалко, конечно, когда зверей таких диких сбивают машины. Да, все проблемы от человечества. Цивилизация развивается. Строятся новые дороги, инфраструктуры. И вырубается лес. Там, где есть козьи тропки, олени тропки, лосиная тропа, идет перпендикулярно им асфальт. Вот постелили магистраль, и все. Но так как у них есть уже свои тропы, они будут переходить уже эту дорогу. И неизбежно будет столкновение, особенно ночью. Потому что надо будет бдительным в этих регионах. Нифига себе, и 87 скорость фура подпирает. Нельзя, нельзя. Оф, летчик сзади. Пристроился. Так, надо ему как-то помочь, чтобы он обогнал меня и пошел дальше по взлетной полосе. Да, тут камеры стоят вон и на машинах, и треноги стоят. Тут контроль тотальный. Ох ты, ну давай, давай, глянь, пошел на Абгу. Ох тебе на. Волок, да, посмотрел на него, на меня, как будто я ему килограмм помидор доложил. Куда ж ты летишь, дядя? 95 пошел. Ну, боится не успеть на тот свет. Впереди камера на 50. Ничего. Недолго осталось. Таким летчиком. Была бы, своя фура, так не наслся бы. Так, что это за стояночка такая? Да, уже на Натшлег остановились, ребята. Что-то рановато. Или здесь, наверное, кафешка вкусная. Обычно, как бывает, если кафешка хорошая, то толпа собирается. Если готовят невкусно, то в кафе и народа не будет. Опять сейчас знак проехал, что на этом отрезке дороги возможно внезапное появление лосей. Просьба снизить скорость, быть более бдительным. Этот отрезок я проезжал вчера ночью. Сейчас видим днем. Ну, точнее, уже вечер. Время у нас 5 часов. 17.00. Не хотелось бы, конечно, чтобы лось мне на пути попался на дороге. Так, где-нибудь в лесу его увидеть. Я был бы только рад нашей встрече. В дикой природе, дикого лося. Большого-большого с рогами. Ну, или косулю какой-нибудь, оленя. Грустно то, что люди используют оружие для потехи и убивают животных диких в лесу просто для того, чтобы их чучело потом либо стояло, либо висело на стене. Так, для забавы. Так, для забавы. Или просто говорят, что скоро он исчезнет, этот вид. Обход города Грязовец. Какой красивый пейзаж. Справа лес, слева лес. Высокие-высокие сосны, елки. Даже вот беседка есть какая-то. Возможно, остановиться и можно выпить там чашку чая. Красотища. Метров по 40, наверное. Такие елки. Железная дорога сквозь лес. Автомагистраль сквозь лес. Кругом лес. Навигатор отдаляешь. Все, ну, подальше. Повыше. Едем в лесу. Зима, зима, белым-белым. Ребята, сейчас лось я видел настоящего. Лось в лесу. И на обочине стоял лось. Настоящий лось. Вот это да. Настоящий лось. Вот это да. Ну все, день прожит не ж зря. Лось настоящий. Ух ты. Такой большой лосьяра вообще был. Проезжаем село Бухалово. Исконно русское село. До Москвы осталось 330 километров. Продолжаем путь. Ярославль остался позади. Только что мы его объехали. До Москвы осталось ровно 300 километров. 5 часов по времени. Сейчас время у нас 19 часов 10 минут. Продолжаем путь. Через 2 метра держитесь левее. Доброе утро. Уже 2-е. 0-3-е. 2-е марта. Сейчас сходил, зарегистрировался. 9 часов утра. Приехал ночью. Сразу свалился спать. Вот. И утром сходил, зарегистрировался. Иду к машине. Она будет уже подъезжать. Сказали. Хорошо. У меня по маршруту в 10 утра. О, целые шины. Новые автомобильные шины. Склад на улице. Пешком с утра пройтись по морозу в Москве. Прямо самое то, чтобы проснуться и с бодростью начать новый день. Так, ребята тоже заезжают, их не пускают по какой-то причине. Но меня сейчас спустят. Меня уже ждут. Сейчас разгружусь. Зарезаю с логистом. и что-то будет новое. Вот так мы в калейке стоим. Вот он мой камаз. Будем выезжать чумазый. конкретно. Ну все. В путь. Тоже прикол. Приехал, остановись возле саграба и сейчас тебя встретят. Стою минут 15. А тут никого вообще не души. Вон кто-то вышел уже. Сейчас. Вышел и зашел. Первое знает, что делать. Куда идти? Уже сходил туда, никого нет. обратно пойду. Знаете, что я скажу еще? Самый сок в этой всей истории. Я так гордился, что бумага российская из русского леса на российских заводах. А бумага-то из папируса, привезенная сюда. плацдарм для битвы правильной парковки. Сначала думал туда припаркуемся. Нет. Дальние ворота. Ну, ничего, развернулся. Окей. Самое интересное было проехать под вот вот это вот. 4,1. Обычно пишет больше, обычно пишет меньше. А там она прям тютелька в тютельку по макушке цепляет. А еще был интересный момент, когда нужно было подъехать к рампе, которая вот такого образца. Вот вот она стоит. Квест еще тоже снимать эти рулоны на каре, пока он заедет. Ладно, начнем сначала. Этот козырек говорят очень знаменитый, потому что все фуры его цепляют, ломают двери, резинки. Ну, и я за малым, за ним. С ним чуть не познакомился. Это вот балка, уголок. Три раза подъезжал, чтобы встать вот в эту вот рампу. не зацепить тот уголок и не зацепить этот уголок. Отпустил. Все окей. Пойду принимать пищу богов доширак. Уже позвонил логист Наталья. Новая для меня девушка. Что-то там ищет, подбирает мне какое-то задание. я попросил у нее, чтобы дала куда-нибудь на черта на кулички. Во Францию какой-нибудь там. Может, в Пекин. Посмотрим. Все, завершаем данный трип. Идем трапезничать. дошел. дошел. Да, До подтvalим. До browser. До throat. До胃. До scree verygs. ПриятногоЕНa.